В Самаре в торжественной обстановке вручили паспорта детям, которым исполнилось 14 лет. Мероприятие, приуроченное ко Дню Защитника Отечества, организовало Самарское отделение Общероссийского движения детей и молодежи Движения Первых совместно с Главным управлением ВД России по Самарской области. В зале 25 юношей, это кадеты и школьники, отличники учебы, активно ведущие научную, спортивную и творческую деятельность. В 2023 году более 5000 детей получили свой главный документ в торжественной обстановке. В этом году подобные мероприятия будут организовывать в каждом муниципальном регионе ежемесячно. Защитник Кирилл Печенин перешел в крылья Советов на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Самарского футбольного клуба. Кирилл Печенин заключил контракт с крыльями Советов на 2,5 года. Он будет выступать в Самарском клубе под номером 25. Кирилл Печенин игрок сборной Белоруссии. За национальную команду он провел 25 матчей. Ему 26 лет, он выступал за разные белорусские клубы. Витебск, Арша, Нафтан, Динамо, Брест, Рух. В российской премьер-лиге защитник сыграл 25 матчей и отдал две голевые передачи. С 22 года он играл в Оренбурге, а зимние сборы играл уже вместе с крыльями. В среду 21 февраля несколько детей почувствовали себя плохо, когда купались в бассейне гостиничного комплекса в Ставропольском районе Самарской области, сообщает Следственное управление Следственного комитета региона. Четверых детей госпитализировали, еще двоим оказали амбулаторную медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной плохого самочувствия могло стать отравление парами хлора. Следователь устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Уголовное дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного статьей, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Единовременные выплаты в марте 24 года получат преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования в Самарской области. Постановление об этом опубликовано на сайте регионального правительства. Размер выплаты составит 11 500 рублей на ставку зарплаты для педагогов и руководителей структурных подразделений. Сотрудники учреждения образования младшего звена, например, помощники-воспитатели в детских садах, получат выплату в размере 5 750 рублей к ставке. Госдума приняла в первом чтении поправки в земельный кодекс, предусматривающий борьбу с распространением борщевика. Законопроект обяжет собственников, пользователей и ориентаторов земельных участков охранять их от инвазивных, то есть чужеродных для определенной местности растений. В число таких растений законодатели предложили включить борщевик сосновского. Законопроект предполагает введение штрафов за невыполнение владельцами земельных участков требований по борьбе с сорняками до 50 000 рублей для физических лиц и до 700 000 рублей для юридических. Растение опасно для человека тем, что при попадании его эфирных масел на кожу возникают сильные ожоги. При этом борщевик очень быстро распространяется. Одно растение может дать до 20 000 семян. В России с 1 марта 2025 года начнет действовать закон о самозапрете на выдачу кредитов. 21 февраля законопроект одобрил Совет Федерации. Днем ранее его приняли в Госдуме во втором и третьем чтениях. Самостоятельно установить такой запрет граждане смогут с 1 сентября 2025 года очно через МФЦ «Мои документы» или онлайн через портал Госуслуги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok